Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня поговорим о сделках инсайдеров, кто что продавал, какая активность, какие можно сделать из этого выводы. Думаю, что информация будет полезна. Для тех, кто недавно присоединился, хотел бы пояснить. Инсайдеры – это работники компании, члены совета директоров, крупные держатели акций, то есть те люди, которые обладают больше информацией, чем мы с вами. Они знают, как в компании дела обстоят фактически на текущую дату, и такие люди обязаны отчитываться в Комитет по ценным бумагам США по своим сделкам. Соответственно, мы эти сделки можем анализировать, видеть. Также хотел бы пояснить, что есть общая инсайдерская информация по сделкам, но ее необходимо фильтровать. То есть там информации много, много транзакций, много различных нюансов, которые необходимо обязательно переоценивать. И какие-то сделки являются сигналами, какие-то сделки являются информационным шумом. У меня открыт график индекса S&P 500. Как вы видите, он идет вниз, собственно, я думаю, что ощущаете на котировках акций, тех, которые имеете в своих инвестиционных портфелях. И очень часто, в общем-то, практически всегда вижу, что информация по инсайдерам, она очень значима и является действительно важным сигналом. Что хотел бы сказать, в Телеграм-канале я вот не так давно давал информацию, это было 14 октября, что по значимым сделкам фиксирую крайне высокую активность инсайдеров по продажам активов в отношении к крайне низкому уровню покупок. То есть бывали такие моменты, но опять же, если мы зерна от плевел отделяем, то здесь вот был такой момент, когда действительно важных сигналов количество было существенно превышено. 14 октября я предупреждал о том, что рынок может снизиться. Это было вот в этом моменте, то есть как только началось падение. И опять же, тут инсайдерские сделки снова сработали и американские крупные держатели акции, работники компании, они всегда знают, когда нужно акции сбрасывать. Они сбрасывали их и перед мартовским падением, вот примерно в этом районе. Соответственно, и здесь они тоже не ошиблись и, в общем-то, сигналы оказались верными. 14 октября было все сделано, кто-то акции продал, кто-то остался в бумагах. Я в основном не продавал активы, у меня компании куплены в неплохих точках и я, в общем-то, ими доволен, готов к локальным коррекциям. Но если есть спекулятивные идеи, тогда, конечно, бумаги стоило продать. Это касательно сделок инсайдеров, ну и еще выставлял информацию дополнительно к снижению уже чуть в больших диапазонах. Тоже это дело в телеграм-канале. Кто не присоединился, можете присоединиться, думаю, что будет полезно. Эту информацию я тоже выставлял и на канале в ютубе, и в телеграме. Вполне вероятно, что рынки продолжат снижаться до выборов. В линии Трампа прослеживается тренд, не предусматривающий поддержку экономики до выборов. То есть, вероятнее всего, это было несколько дней назад, я писал, что Трамп не будет, скажем так, лоббировать интересы поддержки экономики до выборов, чтобы граждане, которые инвестируют средства, понимали, откуда ноги растут, и что при правлении Трампа с рынками все будет хорошо, при правлении Байдена может быть иначе. То есть, а такого электората, который инвестирует более 50% в США, и думаю, что это достаточно логичный был ход. Также после этого, где-то часов, наверное, через 7 было официальное заявление о том, что действительно до выборов поддержки экономики от Трампа не будет. Собственно, такой небольшой, я бы не назвал это шантажом, но, в общем-то, такая предвыборная гонка идет, и потенциал снижения еще есть, на мой взгляд, в понедельник, до 3200 вполне может сходить, значит, индекс. Не очень серьезная коррекция, не стоит к этому относиться крайне как-то пессимистично, это, в общем-то, такие локальные моментки. И небольшое лирическое отступление, хотел показать, что сделки инсайдеров, они действительно имеют значение. И пойдем по конкретным компаниям, выбрал 4 варианта, 3 покупки, значимых по сигналам, и 1 продажа одной компании, то есть все компании, которые торгуются у нас на Санкт-Петербургской бирже. Давайте начнем с первой. Вчера также выставлял информацию о ней в Телеграме и на YouTube-канале по Riteon Technologies, с нее и начнем. Компанию считаю интересной, по сделкам было 4 сделки, инсайдеры покупали от 52 до 54 долларов. Давайте откроем график RTX. Данную компанию имею в своем портфеле, компания долгосрочная, не стоит ждать ракет в ближайшее время, но единственное, можно ориентироваться среднесрочно на спекуляции, поскольку компания упала, и инсайдеры в нее заходят. То есть это два признака, когда в хорошую компанию сильно падает, и в нее заходит инсайдер, и это среднесрочный сигнал к возможности сделки. То есть до уровня дошла, тут инсайдеры откупили, и есть некоторая положительная тенденция. Опять же повторюсь, интервал среднесрочный, то есть не спекулятивный, не в течение дня, не в течение двух дней, стоит об этом помнить. Соответственно, вот по RTX такая ситуация. И касательно сделок, Кеннеди Томас, Ration Technologies, значит работник и член совета директоров, приобретение 52 доллара 46 центов, 19 тысяч акций приобрел. И в качестве примера еще одну сделку приведу. Два приобретения от ХАЭС Джорджи, значит Грегори точнее. Приобретение 35 тысяч акций, 20 тысяч акций, 54 доллара 55 долларов. То есть люди посчитали эту точку довольно интересной, вложили приличные суммы от 50 тысяч до 3 миллионов долларов. Было сделки 4, но не буду все демонстрировать. То есть есть аналогичные формы отчетности в комитете, ими поданы. Далее по RTX, что еще хотел сказать. Почему компания интересна? Я бы не стал сейчас обращать внимание на падения, на убыток, на какие-то определенные манипуляции. Изначально, когда ролик по Ration делал, и собственно, почему я приобрел эту компанию, понимал, что по ней вполне вероятна волатильность. Для тех, кто не очень следит за рынком и за Ration, в частности, Ration Technologies – это новая компания, которая появилась после слияния компаний Ration и United Technologies. То есть как единый организм, они действуют не так давно. И, в общем-то, нужно время, чтобы динамика устаканилась, пока будет, в любом случае, волатильность, будут определенные входы и выходы инвесторов, поскольку нет явной какой-то динамики, нет явного понимания, как это все будет работать в целом. Но Ration занимает такую позицию стратегическую в плане обороны США, в плане производства определенных приборов, средств защиты и так далее. И есть неплохие ожидания на ближайшие годы. Но стоит понимать, что актив долгосрочный. То есть если держите в долгосрок, то это долгосрок. Это хорошие результаты ожидаются не ранее, чем конец 2021 года. То есть как минимум год ее нужно продержать спекулятивно. Уже обозначил момент. И сейчас, да, инсайдеры его входят. Если готовы ее спекулятивно приобретать, тогда нужно, соответственно, точки выхода искать, ну, примерно в 60-65 в этих диапазонах. И тут своя стратегия уже. Далее, какие компании еще были? Компания IBM. Всем известный IBM. Давайте я его открою. Недавно его применял в ролике «Краткосрок, средний срок, долгосрок». Кто видел, значит, IBM, повторюсь, я по ней делал обзор. Считаю компанию слабой. И она свою слабость показывает все дальше и дальше. Были новости об отделении подразделения из IBM, на чем котировки выросли. Я считаю, что это не имеет никакого значения. Отделение это не улучшит финансовые потоки компании в целом и не является позитивным знаком. Поэтому в компанию IBM я не вхожу. Ну, собственно, она на отчете еще упала. Но в плане среднесрочных перспектив, краткосрочных перспектив можно компанию использовать. В общем-то, справедливой ценой для IBM я бы назвал 100 долларов. Сейчас компания несколько дороже, 111. Сам в компанию входить не буду. Все-таки для, в том числе и спекуляции, использую только те активы, которые максимально интересны. Но сейчас, значит, котировка 111. Было 4 сделки инсайдеров от 100 тысяч долларов до 1 миллиона по входу. И продемонстрирую одну сделку, значит, приобретение 9250 акций. 108 долларов входил данный Фредерик Уильям, значит, один из членов совета директоров. Но вообще сделки было 4. То есть, показывать не буду. Остальные форумы вы можете самостоятельно с ними ознакомиться. По IBM кратенько посмотрим. IBM обладает снижающимися финансовыми потоками, растеривает клиентов. Есть такие проблемы. Значит, пока серьезных вопросов по долгам у нее нет. Но, тем не менее, тренд нисходящий он продолжается. Это такой негативный момент. Есть ожидания увеличения. Но, в общем-то, есть определенные в этом вопросы. Я бы в компанию с удовольствием вошел, если бы она была в районе 100 долларов в этот момент находилась. И, соответственно, увидел бы входы инсайдеров. Тогда бы все звезды сложились. Пока все-таки IBM не готов приобретать. Но инсайдеры думают иначе. Они вошли, опять же, по уровню в районе 105-106 долларов. Это, опять же, сигнал к покупке спекулятивной. Но привел доводы. В общем-то, если вам компания интересна, есть такая вероятность, что она будет подрастать. Но пока она находится в нисходящем канале, нужно из нее вовремя выйти. То есть, если даже IBM попрет в рост, стоит помнить о том, что есть нюансы. И еще в пользу возможностей по IBM. Ранее дело, когда по ней обзор. Тут отметки остались, что я рисовал. И видим, что это входы инсайдеров были прошлые. Они также входили в районе 110-115. И вот здесь вот они выходили. То есть, ребята спекулируют. В IBM это норма. А в отличие от многих других компаний. И входы инсайдеров, их выходы, они достаточно адекватны. То есть, можно на это полагаться. Но брать во внимание те нюансы, которые я привел выше. Что все-таки компания слабовата, может ее тряхануть. И если ее тряханет, здорово ее подобрать в районе 100 или 95. Там отличные будут точки. Здесь, вероятно, можно поспекулировать. Но помните о том, что я говорил. И еще компания GTX. Честно сказать, не проверял ее на Санкт-Петербургской бирже. Но зачастую по ней появляются вопросы. Стоит ли эта компания приобретение. Давайте ее откроем. GTX. Вот так вот она, Гаррет Моушен. Значит, компания для людей интересная. И по сделкам, полагаю, что она все-таки на Санкт-Петербургской есть. Раз есть общий интерес к этой компании по сделкам, были входы инсайдеров. Три входа от холдингов, то есть от институциональных инвесторов, от Honeywell. Давайте я покажу. Здесь Half-Rage Capital Management. Входил 100 тысяч акций, 124 тысячи акций, по 2,8 входили. Значит, еще входил в нее, а это Катерпиллер у меня же открыт, видимо я. Вот Гаррет Моушен, еще один, Honeywell International. Значит, приобретение, поскольку цены 3,39 и еще добавлю, что еще одна форма была, входила компания, тоже институциональный инвестор, в районе полутора долларов. То есть вот здесь покупали, то есть инсайдеры скупают ее примерно холдинги, вот в этом диапазоне. Компанию GTX, давайте ее тоже посмотрим. Я помню, что фундаментально актив не очень привлекательный, наверное, не откроется. Ну, бог с ней. С компанией GTX, в общем-то, рассматриваем в первую очередь не фундаментал ее, не финансовые потоки, а возможности спекулятивных сделок. То есть, наверное, получил вопросов 15-20 за последний год по компании GTX и решил ее привести в спекулятивную сделку. Хоть мне эта компания неинтересна, я ее разбирал несколько раз для себя. Значит, если она кому-либо интересна, то сейчас, вероятно, есть неплохие возможности по среднесрочным спекуляциям, поскольку есть ряд сигналов и цены на рынке сейчас относительно дешевые. И четвертая компания, компания, из которой выходят, хочу обратить внимание тех, кто хотел бы возможно зафиксировать по ней прибыль, это компания Caterpillar. Неплохой актив, довольно-таки сильный, привел две сделки, вообще сделки были три, по 151-154 доллара инсайдеры выходили, и в среднем сделка на 2 миллиона долларов каждая. То есть, это серьезные деньги и из Caterpillar просто так не выходят. Посмотрел, давайте здесь сначала посмотрим в отчетности, форма 4, продажа 12 тысяч акций, 154 доллара и продажа по 151 доллару 18 тысяч акций компания Caterpillar. Caterpillar. То есть, тут опять же ряд сигналов помимо действий инсайдеров указывает на вероятное снижение Caterpillar. То есть, он пойдет вероятнее всего существенно вниз. То есть, мы видим здесь довольно-таки высокие цены, то есть, это были пики, на самых пиках люди не выходили, но они начали выходить вот примерно здесь, где сейчас цена. Вот, и это служит определенным сигналом. Так вот, если примерно прикинуть, компания может спуститься примерно в уровень 140, это такой лайт прогноз, и вполне вероятно, что будет интересна компания к приобретению, уже где-то в районе 118 долларов. Может быть, конечно, сходит еще ниже, нужно будет смотреть. То есть, это пока такие только мысли на этот счет, то есть, нужно разбирать компанию подробно, смотреть, что у нее с финансовыми потоками. Это не цель данного ролика, цель, значит, оповестить о сделках инсайдеров. Поясню еще раз, вот в этом моменте выходило достаточно много инсайдеров, вероятно, всего компания как минимум на 10 на 15 процентов уйдет вниз, иначе инсайдерам сделки нет смысла совершать. То есть, тут два фактора, теханализ, плюс сделки инсайдеров, ну и плюс компания в целом достаточно неплохая. на этом, пожалуй, все, надеюсь, информация была полезна, если формат удобен, напишите в комментариях, всегда прислушиваюсь, соответственно, будем это дело более часто разбирать, и надеюсь, будет полезно. На этом все, как всегда, все полезные ссылки в описании, всегда рад вашим комментариям, всего доброго, до свидания.